Комфортная инфраструктура сегодня немыслима без высокотехнологичных проектов, обеспечивающих высокое качество жизни людей. В числе таковых БЛАЭС. Станция будет готова к инспекции перед выдачей лицензий на эксплуатацию в конце апреля-начале мая. Об этом сегодня заявила журналистом руководитель Госатомнадзора. Все работы на станции ведутся с соблюдением всех норм безопасности. Это подтверждают и зарубежные эксперты. Напомню, накануне Европейская группа регуляторов ядерной безопасности утвердила предварительный отчет по экспертной оценке Белорусской АЭС. Миссия положительно оценила сотрудничество с белорусской стороной. И это очередное доказательство тому, что Беларусь открыта по отношению к международным партнерам. Однако БЛАЭС – стратегический проект, который воплощаем в жизнь в первую очередь для себя. Антон Малюта продолжит. Мы в центре столицы. Чтобы позарядить свой электромобиль, не надо отсюда ехать на большую заправку. Достаточно занять одно парковочное место и подключиться вот к такой зарядке. Их по стране будет становиться все больше. И причина – Белорусская АЭС. Первый энергоблок уже выработал полтора миллиарда киловатт часов энергии. Причем безопасно, и добавляют эксперты. Беларусь на добровольной основе провела стресс-тесты по методологии ЕС еще несколько лет назад. Важно было проверить надежность атомной станции на случай стихийных бедствий, в частности землетрясений и наводнений, а также различных техногенных аварий. Смотрели и риски, связанные с человеческим фактором. В результате дефицитов безопасности на АЭС не выявлено. Эксперты подготовили рекомендации по 21 вопросу. В феврале проверили 7 приоритетных. По всем заметный прогресс отмечается в свежем отчете. Стресс-тесты беларусской АЭС проведены с применением современных норм к проектированию новых АЭС МАГАТЭ и ВЕНРА. Эти нормы на момент проведения стресс-тестов на европейских АЭС в 2012 году еще не существовали. В нашем же случае эти нормы применены. Как мы с вами знаем, что нормы в области использования атомной энергии развиваются в сторону ужесточения. И таким образом мы можем констатировать, что процедура стресс-тестов беларусской АЭС прошла с применением наиболее жестких критериев и требований. Беларусская АЭС — это стабильный и экологически чистый источник энергии, который гарантирует стороне энергетическую независимость. К тому же проект открывает новые возможности во многих сферах — от промышленности до медицины и образования. И уж, конечно, мы сами заинтересованы в том, чтобы станция работала максимально безопасно. Отчет международных экспертов — хороший аргумент не в пользу тех европейских политиков, которые говорят о том, что наша АЭС представляет некую угрозу. Отношение к беларусской атомной станции существенно разнится на бытовом, экспертном и политическом уровнях. Для рядовых граждан беларусская атомная станция оценивается с точки зрения таких критериев, как новые рабочие места, комфортность прилегающей инфраструктуры, тарифы на электроэнергию и так далее. В политическом сообществе этот проект оценивается не столько с точки зрения энергетики или экономики, сколько, прежде всего, с точки зрения экономической конкурентоспособности и в итоге возможностей политического влияния. Чем будет жить станция в ближайшее время, сегодня рассказали представители Госатомнадзора. К концу марта подойдет к завершению первая часть опытно-промышленной эксплуатации, затем пройдет комплексное пробирование. Далее Госатомнадзор подготовит заключение, которое будет вынесено на коллегию МЧС для принятия решения о выдаче лицензии. Этот процесс будет предваряться проведением общественных слушаний. То есть это такое информационное мероприятие, которое где-то за неделю, за полторы, за две недели до окончательного принятия решения состоится. И на суд общественности, ну или скорее для информирования общественности, мы, Госатомнадзор, доложат информацию, как это решение подготовлено, на основании чего сделаны выводы о возможности принятия такого решения. И международная комиссия, и белорусская сторона говорят о том, что сотрудничество будет продолжено. Впереди более продолжительные визиты экспертов на БелАЭС. Его сроки будут зависеть от ситуации с COVID-19. Тем временем работы на станции продолжаются. Статистика показывает, белорусы готовы активнее пользоваться электричеством. За прошлый год его потребление выросло в семь раз. Антон Малюта и Дмитрий Чумак, агентствователь новостей.